Интерактивный развивающий журнал. Тема выпуска «Человеческое тело». Взрослые и дети, женщины и мужчины, мальчики и девочки – это люди. Люди бывают разного роста и веса, имеют разный цвет волос и кожи, отличаются формой и цветом глаз, формой ушей, носа и подбородка. Многие признаки отличают нас друг от друга, но при этом тела всех людей устроены по одному принципу. Двух абсолютно одинаковых людей не существует. Люди из одной семьи – родственники, больше похожи друг на друга, чем на других людей. Но даже близнецы отличаются друг от друга. Посмотри внимательно на эти картинки и укажи, чем отличаются эти люди. Человеческое тело напоминает сложный механизм, который выполняет множество различных функций. С его помощью мы можем ходить и бегать, плавать и прыгать, говорить и думать, смеяться и плакать и так далее. Посмотри внимательно, чем занимаются люди на картинке. Человеческое тело состоит из различных частей. Рассмотри внимательно картинки. Нажимай на разные части тела и узнай, как они называются. Найди эти части тела у себя. Голова Шея Грудь Рука Живот Нога Волосы Ухо Щека Подбородок Лоб Бровь Глаз Нос Рот Давай поиграем. Собери пазл. Просто фантастика! Угадай загадку и выбери картинку с ответом. Ира весело бежит к речке по дорожке, а для этого нужны нашей Ире ножки. Молодец! Угадай загадку и выбери картинку с ответом. Вот гора, а у горы две глубокие норы. В этих норах воздух бродит, то заходит, то выходит. Да ты все знаешь! Угадай загадку и выбери картинку с ответом. Пятерка братьев неразлучна и вместе никогда не скучна. Они работают пером, пилой, ложкой, топором. Пальцы Умница Нажми на картинки, чтобы узнать кое-что интересное. Все тело человека покрыто кожей. Кожа – это первая природная одежда человека. Она защищает органы внутри нас. Коричневое пигментное вещество, меланин, содержится в коже и защищает ее от солнечных лучей. В черной коже больше меланина, чем в белой. Если посмотреть на кожу под лупой, то можно увидеть, что на ней есть бугорки и дырочки. Из дырочек растут волосы. Волосы покрывают все наше тело, кроме ладоней и стоп. Ногти защищают пальцы рук и ног. Ногти и волосы состоят из вещества, называемого кератином. Волосы и ногти постоянно растут, и их приходится подстригать. Наиболее густые волосы растут на голове. Волосы защищают нашу голову зимой от холода, а летом от солнечных лучей. Волосы бывают прямые, волнистые и кудрявые, имеют самые различные оттенки. Тимур катался на роликах. Он упал и содрал кожу. Ссадину нужно обработать дезинфицирующими средствами, чтобы очистить ее от грязи и микробов, а потом наложить повязку. Она сохранит рану в чистоте. Кровь подсохнет, создавая корочку, а под ней образуется новая кожа. Помоги Тимуру обработать ранки. Верно! Если мы рассмотрим под лупой наши пальцы, то увидим, что на каждом из них есть рисунок. Каждый человек обладает своим уникальным рисунком отпечатков пальцев. Найди два одинаковых отпечатка пальцев. Да ты все знаешь! Внутри человеческого тела находится более 200 костей. Кости соединены друг с другом в определенном порядке и образуют скелет, который помогает людям сохранять форму тела. Кости очень крепкие. Они защищают от повреждений внутренние органы. Места соединения костей называются суставами. Пока ты растешь, твои кости тоже растут. Они становятся длиннее и толще. Череп, ребра, позвоночник, локтевая кость, тазовая кость, лучевая кость, бедро, малая берцовая кость. А как же человек двигается? Что заставляет суставы сгибаться и разгибаться? Человеческое тело похоже на марионетку. Кукла движется, когда кукловод тянет за веревочки, привязанные к ней. У человека вместо ниток жесткие ленты, сухожилия. За них тянут мышцы, когда напрягаются и сокращаются. Именно мышцы, которые находятся под нашей кожей, приводят в движение любую часть тела. Например, если ты хочешь согнуть руку, твой мозг дает нужную мышцам команду. Они сокращаются, сухожилия подтягиваются и рука поднимается. Мышцы, кости, сухожилия. Хочешь сделать страшный костюм скелета? Попроси взрослых, чтобы они тебе помогли. Исследуй наши инструкции. Первое. Нарисуйте силуэты костей на белой плотной бумаге. Второе. Вырежите их. Третье. Осторожно приколейте булавками или пришейте бумажные кости к черной кофте и черным штанам. Все. Костюм готов. Отличный вариант для костюмированного праздника. Угадай зашифрованное слово. С какой буквы начинается слово, изображенное на картинке? Перетащи эту букву на картинку, а потом прочитай зашифрованное слово. И чемпион! Органы – это нежные части тела, находящиеся внутри человека. Все органы выполняют свою функцию. Органами называют мозг, легкие, сердце, желудок, печень, поджелудочная железа, почки и кишечник. Мозг находится в голове, а остальные органы – в туловище. Рассмотри внимательно рисунок и узнай, как выглядят разные органы и где они находятся внутри тела. Мозг – это орган, который руководит работой других органов. Сюда приходят сообщения от всех внутренних органов. Здесь принимаются решения и вырабатываются команды, которые передаются по нервам, как электричество по проводам. Если ты хочешь взять банан со стола, то ты даешь общую команду «взять», а мозг сам распределяет и вырабатывает приказы для каждой мышцы. Некоторые самые срочные команды дает спинной мозг. Например, если ты схватился за горячее, то моментально отдернешь руку, не успев подумать. Это спинной мозг дал команду. А есть приказы, которые мозг выдает без твоего ведома. Он управляет биением сердца, сокращениями желудка, выделением слюны и так далее. Эти процессы ты не можешь контролировать. С помощью легких мы дышим. Они снабжают организм кислородом. Всегда надо стараться дышать через нос. Именно там воздух очищается и согревается зимой, и охлаждается летом. Потом воздух попадает в легкие. В них много дыхательных трубок, бронхов, которые ветвятся на все более мелкие. На конце самой маленькой веточки находится крошечный пузырек, по стенкам которого проходят мельчайшие кровеносные сосуды. Из них кровь заберет кислород из воздуха и отдаст углекислый газ, который ты выдохнешь. Попробуй задержать дыхание и сосчитай про себя. Сколько ты можешь выдержать? Опытные ныряльщики могут задерживать дыхание на несколько минут. Но для этого нужно много тренироваться. Сердце – это наш насос. Оно перекачивает по кровеносным сосудам кровь. Кровь доставляет все необходимое для жизни в каждую клеточку человеческого организма. А отработанные вещества, шлаки, уносят. Кровь состоит из чудесных клеток. Есть красные клетки крови – эритроциты, которые переносят кислород во все уголки твоего тела. Есть белые клетки крови – лейкоциты, которые помогают нам бороться с микробами, если, например, в ранку попадет грязь. А еще есть самые маленькие кровяные клетки – тромбоциты, которые останавливают кровотечение и заживляют наши ранки. Смотри, это красные кровяные клетки – эритроциты. Им надо доставить кислород к мозгу как можно быстрее. Найди правильный путь. Супер! Желудок переваривает пищу, разбирает ее на молекулы и использует их как строительный материал для тела. Пережеванная во рту и проглоченная пища по пищеводу попадает в желудок, где под воздействием желудочного сока происходит разбор пищи на составляющие – молекулы веществ. Они всасываются стенками желудка и попадают в кровь. Желудок сжимается и разжимается, проталкивая остатки пищи в кишечник. Печень и поджелудочная железа помогают нам переваривать пищу. Основная функция печени – обезвреживание ядовитых веществ. В печени гибнет множество вредных для организма бактерий. Основная функция поджелудочной железы – это выработка поджелудочного сока, который помогает переваривать пищу. Помоги желудку разобрать пищу на составляющие. Зеленые и желтые частички – полезные. Их надо направить в кровеносные сосуды. А черные и серые – это бесполезные вещества. Их надо переправить в кишечник. А еще есть вредный микроб, который попал в желудок из-за грязных рук. Надо его обезвредить и направить в печень. Великолепно! Из кишечника оставшиеся полезные вещества, содержащиеся в пище, всасываются, попадают в кровь и переносятся ко всем органам тела. А бесполезные твердые остатки – шелуха, твердые волокна и другие негодные части пищи – выводятся наружу в виде каловых масс. Почки выводят вредные отходы из нашей крови. Ненужная жидкость стекает из почек в мочевой пузырь и, накопившись, выводится наружу в виде мочи. Наш кишечник и почки похожи на дворников. Они собирают мусор и выбрасывают его. Собери и выброси весь мусор в контейнер. Так держать! Взаимодействовать с окружающим миром нашему телу помогают органы чувств. Это глаза, уши, нос и другие органы чувств. Зрение. Благодаря нашим глазам мы видим. В глазу есть маленькая лупа – хрусталик. Все, на что смотрит человек, хрусталик отображает на задней стенке глаза. Оттуда, по зрительному нерву, передается все увиденное в мозг. У глаза есть мышцы, которые прикреплены к нему, поэтому он может двигаться вверх, вниз и стороны в сторону. Защищают наши глаза веки. Они очищаются при помощи слез. Посмотри внимательно на картинки и найди семь отличий. Молодец! Обоняние. Мы дышим носом и ощущаем разные запахи. Внутри носа находятся маленькие клеточки с чувствительными волосками, которые способны обнаруживать разные запахи. От них нервы передают информацию в мозг. Когда мы простужены и у нас заложен нос, мы не различаем запахи. И это даже мешает нам ощущать вкус еды. Найди на рисунке и вспомни, как пахнут следующие предметы. Розы. Выхлопные газы. Шашлык. Мыло. Духи. Отлично! Чувство вкуса. Мы различаем вкусы с помощью языка. Он покрыт маленькими бугорочками, вкусовыми сосочками. Внутри них расположены нервы, которые посылают сведения о вкусе в мозг. А он сообщает нам, что мы едим. Каждое область языка ощущает свои вкусы. Также язык различает горячее, холодное и боль. Сладкое, соленое, горькое, кислое. Еда должна быть не только вкусной, но и красивой. Приготовь торт и укрась его. Слух. Слух. Мир вокруг нас полон разных звуков. Звуки мы не видим, но слышим благодаря нашим ушам. У человека два уха, расположенных на голове. Но мы видим только наружную часть, а остальное находится внутри головы. Внешнее ухо, ушная раковина, собирает звуки и направляет их в слуховой канал. Внутри есть барабанная перепонка. Она вибрирует под действием звуков. Это вызывает вибрацию трех крошечных косточек. А нервы передают сигналы мозгу. Нажимай на разные кнопки и послушай звуки. Догадайся, кто или что их сдает. ОСЕЗАНИЕ ОСЕЗАНИЕ Прямо под поверхностью кожи расположены нервные окончания. Благодаря им мы чувствуем жару, холод, боль, мягкое, твердое и т.д. Нервные окончания посылают сигналы мозгу о том, в чему мы прикасаемся. Больше всего нервных окончаний на подушечках наших пальцев. Поэтому ими мы лучше всего осязаем. Слепые люди даже могут читать подушечками пальцев по специальной системе Брайля. Давай поиграем. Для игры нужны два или более игроков. Возьми шарф или платок, которым можно завязать глаза. Еще понадобятся разные предметы или игрушки, которые надо будет угадывать с закрытыми глазами. Побеждает тот, кто правильно угадает наибольшее количество предметов. Веселее, если играть по времени с помощью таймера. Органы речи. Важная способность человеческого тела – умение говорить, кричать, петь, смеяться. Из нашего рта исходят звуки, которые образуют голосовые связки, находящиеся в нашем горле. В образовании звука также участвуют губы, язык, челюсти. Иногда, чтобы понять, что чувствует человек, нам не нужна речь. Мы можем догадаться о том, что чувствуют люди по выражению их лиц. Рассмотри внимательно лица, попробуй угадать, что эти люди чувствуют. Проверь себя, нажав на человека. Страх, радость, хитрость, грусть, злость, удивление. Зубы. Зубы нужны человеку, чтобы откусывать и пережевывать пищу. Зубы имеют разную форму и название, и служат для разных целей. У маленьких детей первые молочные зубы появляются примерно в 6 месяцев. В возрасте около 6 лет они начинают шататься и выпадать. На их месте вырастают новые большие постоянные зубы. Зубы надо чистить каждый день, утром и перед сном, иначе они испортятся. У Сони выпал первый молочный зубик. Папа сказал ей, что его надо положить в подушку, а зубная фея заберет его ночью и оставит подарок. Какой подарок ждет Соня от зубной феи? Просто фантастика! Если хочешь жить долго и быть здоровым, то ты должен всегда следить за своим телом. Нажимай на картинки и узнаешь, что надо делать, чтобы быть здоровым. Отдыхай. Надо давать организму отдохнуть и набраться сил после трудного дня. Для этого нужен сон. Особенно важен сон для детей. Они растут и быстро утомляются. Раньше ложись и раньше вставай. Тогда у тебя будет много сил и энергии. Поддерживай чистоту тела. Наша кожа загрязняется, поэтому необходимо ежедневно мыться и менять одежду. Руки надо мыть чаще, после туалета и прогулки, а также перед едой. Вода и мыло помогают нам избавиться от вредных и опасных микробов. Не забывай коротко стричь ногти и чистить уши. Много гуляй. Прогулки на свежем воздухе полезны всем. Занимайся спортом. Различные физические упражнения полезны для людей. Например, бег – это самый распространенный вид спорта. Он тренирует все мышцы тела. Чтобы расти крепким и здоровым, делай утреннюю зарядку. Следи за здоровьем зубов. Помни, их нужно чистить два раза в день. Не ешь много сладостей, особенно конфет, и откажись от сладких газированных напитков. Они плохо влияют на зубы. Не бойся делать прививки. Они предупреждают опасные болезни. Если ты заболел, слушайся доктора и выполняй его предписания. Тогда ты скоро поправишься и снова будешь здоров. Ешь здоровую пищу. Она должна давать твоему организму все необходимые вещества для роста и жизни. Существует пять групп продуктов. Продукты животного происхождения, мясо и рыба, молочные продукты, злаки или крупы, овощи и фрукты. Если в рационе человека присутствуют продукты, представляющие все пять групп, такое питание можно назвать разнообразным и полноценным. Посчитай, сколько детей в синей одежде играет волейбол. Выбери правильную цифру. Четыре. Великолепно! Конец. До новых встреч!